СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Траст, которого я по привычке считал игроком из Си-Джентус, но на самом деле Траст действительно успел не так давно перейти из Си-Джентус в КТ Роллстер, поэтому будем привыкать с вами к новому обличию этого корейского протаса, которого мы уже, кстати, видели в рамках Кореи на прицеле 2.0, и я, в принципе, мог бы уже запомнить, что он действительно из КТ, потому что не далее, как 14 января, то есть чуть больше, чем неделю тому назад, Траст играл на ССЛ, StarCraft II Star League, мейн-ивенте, проиграл там 0-2 Бьялу, но в целом оставил довольно приятные впечатления, и я могу сказать, что у этого парня, ну, не то чтобы там прям есть большое старкрафтерское будущее, там, следите за ним, один из самых перспективных корейских протасов, ему уже, в принципе, 20 лет, поэтому если бы он был прям гиперперспективным, он бы уже наверняка какие-то результаты показал, но игрок он хороший, списывать его со счетов только потому, что он играет против самого Су, против 4-кратного, напомню, финалиста Global StarCraft II Риги мы не будем. Посмотрим, что он покажет, я думаю, что сегодняшний матч обещает быть весьма и весьма интересным, ну, и давайте смотреть, что в самом начале будет исполнять Траст. Какой-то, по-моему, очень юный фан или очень юная фанатка, с табличкой, в которой мы все равно ни черта не понимаем, кроме того, что там внизу, по-моему, было написано TV. Да, давайте смотреть, чем как раз Траст будет заниматься, обратите внимание, он открылся через два гейтвея адептов, причем это не те два гейтвея адепты, которые мы часто видим при билдордере Nexus, Gate, Gate, то есть при билдордере в макро. Это были довольно быстрые два адепта, здесь гейтвеи были поставлены очень рано и поэтому могут быть проблемы у Су с тем, чтобы отбиться от стартовых адептов. Хотя, и Су самому стоит отдать должное, он шел не в две хэтчери до пула, он поставил всего одну хэтчери и таким образом с адептами ему должно быть намного проще справиться. При этом дальше у Траста делается Twilight, то есть, судя по всему, он собирается продолжать абузы замечательных юнитов, которым скоро грозит, ну, жесточайший или не жесточайший, но все-таки, наверное, нерв. Давайте смотреть, что сейчас получится, очень хорошо адепты заходят, щелкают дронов, щелкают линга, вот сейчас еще дрона щелкнули, молодцы. Адепты, толковый мимикрит Траст, обратите внимание, он счел очень важным сохранить адептов, потому что он понимает, что вот-вот у Су доделается апгрейд на скорость с зерглингом, и при этом он также успел убить двух дронов, убить парочку зерглингов, то есть все сделал очень грамотно. Су тем временем разведывает своего соперника, здесь два зерглинга со скоростью, очень важно, конечно, Су было бы увидеть Twilight, но как-то он не спешит разведывать. Карта Джессель Скайщилд, конечно, радует тем, как прекрасно она оформлена, вот это пламя кругом, видите, да, шикарно все сделано, кроме того, бегают зерглинги из карбота по карте, это, по-моему, совсем красота, ну, в общем, здорово-здорово, вот просто визуально приятно наблюдать за этой картой, обещаю вам, что очень скоро эта карта появится у нас на Cybert Race Wars и, может быть, еще на каких-то турнирах. Ну, а пока давайте смотреть, что Су будет делать, у Су сейчас план весьма интересный, он собирается, видимо, дропать сопернику зерглингов, но при этом, обратите внимание, Траст, сделав апгрейд на скорость атаки адептом, выходит в третью базу, то есть он собирается через этот апгрейд, через адептов со скоростью атаки, просто выходить на третью, вот и все. Ну, как вот и все. Адепты, конечно, уже отправились вперед, но самое главное, что это не ол-ин какой-то, то есть Су просто достаточно спокойно отбиться именно от этой волны адептов и дальше развлекать соперника, развлекать соперника какими-то своими контратаками, и вот его контратаки уже пошли, но вопрос в том, что Су очень важно здесь и сейчас не умереть от адептов, ну и не потерять слишком много дронов, на этом очень неплохо дропает Су, начинает микрить зерглингами, и пошли большие проблемы у Протаса, Протас потерял 11 рабочих, у Зерга уже тоже начинаются потери, и тоже довольно существенные, 11 на 13 пошло такое мини-соревнование между лингами и адептами, ну вы как хотите, а я, конечно, ставлю в этом соревновании на адептов, потому что говорят, что эти юниты несколько проще справляются с убийством рабочих, хотя пока Су бесподобно действует, и я вам доложу, что потерять на 8 адептах со скоростью атаки только 14 рабов, при том, что не было у Су, дома Роучи были только зерглинги, это очень хороший результат, проблема только в том, что пока вот непонятно, что с этими адептами делать, они все еще живут, они все еще уничтожают рабочих, Роучи, зерглингов, всех, кто им там попадается под горячую руку, вы же видите, что они прям с руки раздают, так, чпок, чпок, чпок такие шары в лицо тараканам, я думаю, многие домохозяйки со всего СНГ тоже хотели бы вот так вот чпок и с руки тараканам раздавать, причем какими-то магическими шарами, причем на расстоянии, естественно, чтобы к ним не касаться, ну, вроде бы справляется с этой проблемой Су, но в итоге получается так, что у него меньше 30 рабочих, а у соперника уже 40, поэтому Су как-то не супер успешно отбился, скажем так, и сейчас ему нужно будет либо придумывать с контратаку, либо очень-очень долго и упорно халявить для того, чтобы догнать соперника, траст, впрочем, тоже я бы не сказал, что так уж активно все это время строил пробок, так, периодически строил, периодически нет, вот Старгейт он зато построил, и кстати говоря, Старгейт сейчас это очень опасная тема, потому что у Су, ну вот здесь на третьей базе есть две королевы, и как раз одна из них только что буквально ушла, видимо, Су решил, что оракул летит на другую базу, не очень удачно получилось, в любом случае супровых колоний-то нигде нет, и поэтому для Су неприятная довольно ситуация складывается сейчас, здесь снова пошли дропы Зергангов, на третьей базе, правда, уже адепты, поэтому там ничего не придумать, тут красиво все делает Су, смотрите, он приходит на третью базу роучами, хочет, чтобы адепты сагрились и пошли туда, и в это время идет забегание на мейн, причем с двух сторон такое интересное забегание, ну, минус 4 рабочих, и в это время куда больше урон, судя по всему, нанесут самому Су оракулы, оракулы, минус 5 рабочих сейчас для Зерга, такой прям, знаете, фестиваль уничтожения рабов из той и с другой страны, но и в этом фестивале, опять же, у Протаса просто более жестокие инструменты, потому что оракулы и адепты, это вам не Зерглинги, они все-таки справляются со своей задачей куда проще, и вы знаете только, что, по-моему, Су понес уже совсем фатальные потери, потому что едва он восстановил экономику, как снова получил тапк-балбу, минус 15 дронов, и, откровенно говоря, не знаю, вот из этой ситуации выбраться уже будет необычайно сложно. Конечно, Су можно покритиковать за то, что он не поставил споровую колонию, проблема просто в том, что споровая колония там тоже обошлась бы Су не так уж и дешево, точнее, 3 споровых колонии, это не только, 75 минералов на постройку, это все-таки еще и трех дронов, а давать Су хотелось сэкономить, ну и вот сами знаете, что не всегда экономия бывает экономной, это был как раз примерно тот случай. Посмотрим, что сейчас будет придумывать Су, как он будет отбиваться от выхода Траста, который последует буквально вот-вот с вылетом в Арпризм, и тут предельно очевидно, что ждать Трасту нечего, нужно атаковать, нужно идти и заканчивать эту игру, потому что преимущество есть, если довольно долго сидеть дома и ничего не делать, то, естественно, это преимущество растворится, естественно, зерк соперника догонит, так что нужно идти вперед прямо сейчас, и пошел до варп сталкеров, такой предупреждающий выстрел реведжерами из серии, я в курсе, что ты здесь, да, я готов тебя принимать, но не готов Су на самом деле, такая была с его стороны легкая бравада, что он уже вот прям весь такой из себя готовый к этой атаке, в принципе, у него достаточно роучер реведжеров, но проблема в том, что прямо сюда будет приходить до варп блинг сталкеров, правда, очень долго втыкал с этим до варпом протас, но сейчас адепты пошли, ну да, адепты, в принципе, тоже хороший юнит, поэтому без вопросов, очень много денег просто у Траста, и мне кажется, сталкерами можно было бы лучше слить эти ресурсы, но, в общем-то, уже, я так понимаю, не особо есть разница, что тут до варпывать, можно хоть Зила там до варпывать, все равно игру уже Траст не проиграет, ИСУ последние отчаянные попытки отбиться, безуспешно, естественно, поскольку у Траста здесь слишком много войск, GG и 1-0 в пользу протаса КТ Роллстер. Очень хорошее. Писем было много, но подарка не было. Ну, я понял. He's not the only one, as I see. Just letting you know. He's not the only one, as I see. Что ж, поехали. Катер Олстер Траст и СК Телеком Т1 СУ во втором сете, во втором сете, который состоится на карте Orbital Shipyard, и на которой СУ решил побаловаться немножечко ранним пулом. Интересно. Интересно. Ну, давайте посмотрим, насколько эта затея окажется удачной. Тут смотрите, в чем дело. Как бы, с одной стороны, конечно, СУ вроде бы полностью угадывает. Вроде бы полностью угадывает с билдом соперника, потому что у того Nexus... Nexus da Geeta. Все замечательно. Это идеальный билд-ордер, который мог бы быть для Зерга против вот такого быстрого пула. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что все-таки в Legacy of the Void все далеко не так однозначно в подобных ситуациях, как в Heart of the Swarm. И, в принципе, абсолютно спокойно, как по мне, сейчас может перекрыться Траст с помощью форжи, или второго гейтвей, или даже кибернетки. Потом закрыть... Он не собирается закрывать этот проход? Он не хочет сейчас пилон тут поставить, а... Ага, хочет вывести пробок и драться пробками. Ну, ладно. А-а-а... Он хочет вывести пробок и запустить Lingam Domain. Как-то, вы знаете, желания Траста, они все... Все более и более странные. Как у Стругацких, они хотели странного. Вот эти пробки хотят чего-то очень странного, и Траст хочет чего-то очень странного. Потому что я не вижу ни одной причины запускать Зерлингов на мейн так просто. Поставь там пилон, закрой этот проход, потяни время до Зилота. Зачем ты просто вот берешь и запускаешь к себе кучу Зерлингов? Что за мазохизм какой-то первобытный? Конечно, красиво Траст микрит Зилком. Конечно, у него вот-вот появится Мазершип Корр с пилоном Верчаджем. Это все понятно. Но пробки его катались в течение очень долгого времени. И сейчас Зилка все-таки отдает протас, что для Траста, ну, не то чтобы фатально, но неприятно, поскольку теперь у него нет мобильного противодействия Зерлингов. Вы смотрите, какой красавчик Су, понимая, что вот-вот у соперника появится адепт, он просто убежал с Зерлингами. Вот это красота. Молодец, молодец. Сейчас, конечно, уже этими Зерлингами пришлось с адептом подраться, потому что все-таки от тени не убежишь. Никогда, кстати, не пробовали убежать от своей тени? Попробуйте. Очень интересный опыт, всем советую, развивает скорость. И, в общем, все на свете развивает. Кроме москов, наверное. Но суть в том, что Су, конечно же, был вынужден со всеми Зерлингами попрощаться. Мне, честно говоря, кажется, что он не полностью реализовал их потенциал, потому что можно было попытаться забрать там парочку пробок напоследок, но вот зато Су красиво помикрил дома против адепта. Спорку поставил там и так далее. В общем, с одной стороны, конечно, Траст оделся легким испугом, и Су, с учетом того, что ему максимально повезло, с билдордером соперника добился не так уж и многого. Но, с другой стороны, я бы сказал, что Су находится в хорошем положении, потому что у него три базы, 43 дрона на 37. По крайней мере, вот во время предыдущего сета на Sky Shield ситуация была намного хуже. Су, кстати, я так понимаю, подмикривать может только со спорками, потому что когда он мог поставить газ, он этого не сделал. Ну и вообще, честно говоря, лучше бы он построил еще пару собачек для того, чтобы встретить этого адепта, чем просто терять на каждом по паре дронов или терять на каждом деньги на постройку с правой колонии. Ну да ладно, все это мелочи жизни. Кстати, я только что обнаружил, что у нас нет музыки в игре, и она как раз сразу пошла просто очень тихо. Ну хорошо. Вы, кстати, пишите, если вам музыка игры тихо, ее легко можно сделать, берем чтише, там будет удобно. На третий Нексус выходит Траст, 46 рабов на 57. Есть отставание у Протаса, конечно, сейчас, но у него пошел массовый продакшн фениксов, и это как раз то, что может ему очень сильно помочь выровнять ситуацию, забрать там парочку оверлордов, поподнимать дронов. В общем, сами понимаете, это делается без особых проблем. Раскрывается гейты у Траста. У него готов апгрейд на Wargate, и, кстати, чертовски поздно, потому что тайминг 5.40, это тайминг, на котором в Heart of the Swarm делался 4 Wargate Push, при том, что в Heart of the Swarm, в общем, была немного другая история с таймером, и 1 секунда исходца, это где-то 0.72 секунды настоящих, ну и в том числе 0.72 секунды игрового времени Legacy of the World. Поэтому считайте, что походцевским меркам там где-то в 7.00 доделался апгрейд на Warp, что на самом деле очень поздно при любом пилдорде, это же где-то в 7.30. Ну ладно, это все тоже не очень важно сейчас, потому что Су все равно никак не угрожает сопернику, чтобы тому был так сильно нужен апгрейд на Warp гейты. Су откровенно опять прохалявился с паровыми колониями, за что, видимо, ему придется поплатиться жизнью трех королев. Су, знаете, так принес в жертву этих королев фениксам, для того, чтобы не отдать дронов, но, по-моему, дроны вообще являются последним приоритетом для этих фениксов. Сначала королевы, потом оверлорды, потом дроны. Вот такая система приоритетов у Траста, я бы не сказал, кстати, что она какая-то неправильная, какая-то не такая, и вот мне очень не нравится, что Су, ну, вроде бы прогеймер, вроде бы ты уже 300 раз видел фениксов, но продолжает отдавать, причем очень упорно продолжает отдавать оверлордов. Уж не знаю, по какой причине это делает Су, но оверлорды у него вот так и не отправились домой. Очень сильно Су испугал сейчас Траста, буквально четырьмя роучами и двумя зергингами он пошел вперед. Траст перепугался, Тени Адепта отправил домой, фениксов отправил домой, все на свете просто отправил домой, для того, чтобы отбиться, а отбиваться, по сути, было не отчего. Теперь посмотрите, какое интересное решение принимает Су, несмотря на то, что у него готов гидролизг Ден, и мне, честно говоря, казалось, что сейчас просто нас ждет заказ гидры, Су принимает совсем иное решение, он строит караптеров. Он строит караптеров против фениксов, что само по себе, конечно, ненаказуемо, потому что караптеры в лобовом... Господи, Су, сколько оверлордов потеряно, это просто жесть. Караптеры в лобовом сражении, конечно, фениксов убьют при более-менее равном количестве, но суть в том, что Протас уже каким-то чудом строит вуидреев, у него два вуидрея уже появились на карте, хотя это явно было не против караптеров, потому что он не мог знать об их существовании, и, собственно, к этим караптерам он готов на все 100%, но Су просто вот, я не знаю, столько оверлордов успел отдать. То есть, когда ты видишь первых же фениксов, ты сразу же должен собирать всех своих оверлордов под споровыми колониями. Это и Ёшику из Мастерлиги, понятно. А Су по какой-то причине вот оставил оверлорда висеть там, где они висели, и в итоге вот жаль, что нам не показывают табличку потерь, я рискну предположить, что уже к десятку подобрался Су, а это на секундочку тысячи минералов. Вот просто взял и чпок, тысячи минералов выбросил. Ну, понятно, что там некоторых оверов нельзя было спасти, но все-таки большей части потерь можно было избежать, но это какие-то револьверовские оверлорды. Что это за хрень, когда овер просто летит вперед по реллипойнту? Ну, к носу! Вау! Вау! Мы не на ладдере! Причем европейском. Причем не всегда топовом. Мы с тобой, в общем-то, на главном турнире мира, Global StarCraft 2 Лига, добро пожаловать! Как говорят, четыре раза в финал выходил. Там с таким заказом оверлордов только в зотокапах играть, мы знаем. Странное что-то с Су происходит, но и несмотря на то, что лимита у него очень много, откровенно говоря, я не вижу у него ни малейших шансов, вот просто 0,0 шансов чего-то добиться в этой атаке. Дроп Роучи параллельный, это, в принципе, интересная затея, хотя, честно говоря, дроп на медленном оверлорде, когда у соперника в воздухе много фениксов, это спорное удовольствие, но... Может быть, может быть, у Су он получится. Да и здесь мы видим, висит Мазершип Корр, четыре пилона сразу, я так понимаю, Траст боится, что Су прилетит караптерами убивать Нексус, но знает ли Су, что караптеры могут убивать здание? Наверное, знает, конечно, просто... Сейчас их все равно так нет смысла использовать. По-моему, игра полностью под контролем Траста, и, честно говоря, я даже не знаю, что должен сделать сейчас Су, чтобы вот так вот на раз-два в игру вернуться. Если ничего экстраординарного не произойдет, то Таросе тоже останется за протасом КТ Ролстер, потому что, ну, вот как-то совсем все плохо здесь у Су. Он справился, да, с Фениксом и с помощью Корраптеров, но все равно Корраптеров он никак использовать не сможет. Ну и смотрите, куда-то пошел сейчас Траст, причем попался он в центре карты очень неприятно, отдал Варпризму. Тем не менее, Траст все равно здесь неплохо разменялся, как-то не парадоксально. Единственное, что ему сейчас нужно, это, конечно, Варпризму-то восстановить и обсерверов все-таки построить, поскольку там куча люркеров. Ага, обсервер есть, он просто чуть запоздал. Опоздал. Окей. Ну, Трасту надо как бы с ума не сходить, просто, опять же, восстановить Варпризму, обеспечить доварп на поле боя и, возможно, после этого принимать бой. Но Траст считает, что и так все в порядке. Зря он так считает, как показывает практика. Конечно, это сражение Протас не то, чтобы проиграл, но он его и, мягко говоря, не выиграл, потому что 1500 минералов, 300 газа в запасе. Тратить это не на что, поскольку нет рядом Варпризмы. Ну и для Протаса, в общем-то, главное в таких сражениях это обеспечить как раз быстрое дотекание. С этой функцией пока Траст не справляется. А он вообще будет Варпризму строить или нет? Там по-прежнему в заказе одни имморталы, насколько я вижу. Контратака адептами от Протаса. Неплохое было бы решение, если бы адепты, конечно, не оказались вот так вот непонятно в полупозиции рядом с армией Зерга. О, кстати, вот эта фишка мне знакома, когда ты отправляешь Архонов к себе домой и армия идет вся в одном направлении, Архоны идут в другом направлении. Это очень часто происходит из-за того, что у вас кривая стенка. Но у Траста вроде-то со стенкой все в порядке. Видимо, какие-то другие были проблемы. Ну и Траст снова без Варпризмы, здесь без мобильного дотекания. И, вы знаете, у Су появляются очень хорошие шансы здесь одержать победу, потому что у соперника нет чаджа. У соперника нет вообще до варпа. Нет здесь пилоновый чаджа. Он дерется без пилоновый. Мазершипкор был потерян. Очень неплохо сейчас дерется Су. Пожалуй, это вообще лучший расклад для него из возможных. Очень странно, что до сих пор нет чаджа у Протаса. Ну, буквально вот-вот он доделается. Кстати говоря, тут и обсервера не хватает, которого караптерами заснайпил Су. Ситуация для Су очень сильно сейчас изменилась. И изменилась его польза. Но вот очень хороший момент уже для того, чтобы Траст напал. Траста, тем не менее, снова нет обсервера. Снова его успел заснайпить Су и... Ну, без обсервера, конечно, люркеров не убьешь. Без обсервера люркеров убить будет очень сложно. Траст как бы... Понятно, что караптеры и аверсиры через атаку убивают обсерверов. То есть не то, чтобы обсерверы прям непонятно куда деваются, и Траст весь такой из себя нуб и опозорился. Просто обсерверами нужно как-то аккуратно чуть-чуть со стороны подлететь, и не просто через F2 клик все отправлять для того, чтобы они не стали жертвой караптеров. Те тоже не шибко интеллектуалы и стреляют только потому, что видят. Ну, Су, кажется, можно поздравить с тем, что он оделся в этой игре легким испугом, потому что действительно ситуация для него складывалась очень неприятно. Игра была полностью под контролем Траста, но Траст упустил свой моментум, как говорят мангоязычные коллеги. Это не какой-то там прям ультра супер пупер икс HD 1080p 60fps 100 500 мегабит, но оно более чем смотрибельное. Любые цифры, буквы и все остальное, что только можно различить, различается. Поэтому, не знаю. Я даже вот в маленьком окошке, которое у меня в эксплите, прекрасно вижу какой там сейчас инком у Зерга и Протаса. А уж если развернуть на 1080p, то тем более не должно быть проблем. Возможно ли чуть битрейт увеличить в будущем? В будущем, конечно, все возможно. Это довольно легко сделать, но... Проблема в том, что просто у вас будет это качество лагать на Африкативе. Вот и все. Ну, а пока давайте смотреть, что будет в нашем следующем сете. В сете на карте Террасы Приона, карте, которая считается едва ли не самой Зерговской в современном маппуле. Ну, в матчапе за ВП, естественно, я имею в виду. Не знаю, мне кажется, что вот в такой ситуации, в которой оказался сейчас Траст, после того, как он дважды Су фактически переиграл, но просто во втором сете отдал победу на ровном месте, ему нужно успокоиться, ему нужно просто спокойно играть в макро. И, учитывая то, что вот на этой карте Террасы Приона Зерги особенно сильны быстрыми золотыми базами, конечно, вот этот момент нужно пресекать, нужно пытаться как-то там пилонами, например, или адептами мешать поставить быструю третью на золоте, раз уж Су решил не ставить вторую хэтчери там. И дальше вот просто спокойно играть с позиции силы. По-моему, Траст может себе это позволить, с учетом того, что... С учетом того, что у него как раз ситуация в целом была первым и во втором сете замечательная. Полетела первая тень адепта. Встречается с двумя зерлингами Протас, ну и понятно, что зерлинги тут никуда не убегут. Траст, кстати говоря, вот спорное решение принимает. В такой ситуации у Протаса всегда есть выбор. Убить этого зерлинга несчастного или все-таки отправиться вперед, быстрее посмотреть, чем занимается зерк? Вы знаете, мне кажется, что в такой ситуации все-таки Протасу лучше отправляться вперед. Почему? Потому что дома есть либо второй адепт, либо Мазершип Корр. Так или иначе, второй зерлинг все равно умрет и ничего не разведает. В то время как адепт, который быстро окажется на базах зерга, позволит понять, во что конкретно тот идет. Ну и кроме того, вот мог бы первый адепт помешать поставить третью базу, помешать как раз ту самую золотую хэтч и занять. Если бы, в общем, Траст чуть-чуть внимательно действовал, если бы Траст как раз этого адепта вперед отправил. Ну да ладно, чего же тут гадать, что было бы, если бы. Два адепта оказались на базах у Су и, по-моему, толком ничего не добились. Буквально минус один-два рабочих и минус один-два зерганга. Полетел оракул, вот это уже более серьезная угроза для зерга, потому что, естественно, у зерга дома нет никаких споровых колоний еще. Готов встречать королеву и Су оракула, но этого недостаточно. Зато есть в сумме целых три королевы у зерга, и сейчас они пытаются забрать оракулу, они уничтожают оракулу, и с учетом того, что всего лишь три дрона потерял Су, пока я бы сказал, что отбился зерг здоровский. Но теперь обратите внимание на то, что у Траста три старгейта, спрятанных в разных... А, нет, простите, два старгейта. Мне казалось, что вот здесь вот на натурале вместо гейтвы тоже старгейт строится, но я ошибся. Два старгейта, причем они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, один из старгейтов спрятан и делают сама с оракулы. Вот это поворот. Не фениксы, а масса оракулы, обратите внимание. Ничего себе. Ха. Это интересно, на самом деле, потому что двойные оракулы... Мы видели такой билдордер еще в Ходсе. Мне вспоминается, что был билд в пять оракулов, которые по заверениям протасов прилетали и убивали споровые колонии, убивали королев, убивали, в общем, все, что там могло быть к этому таймингу, когда они прилетали. Ну и вроде бы сейчас суд должен заметить, что там именно оракул строится, потому что, как вы наверняка знаете, в старгейте можно увидеть, какой конкретный юнит строится. Если Су достаточно хорош для того, чтобы распознать там оракулы, я сейчас не иронизирую. Я, например, никогда не могу понять, какой там юнит строится, я только могу Феникса узнать, это вроде бы не очень сложно. А, допустим, отличить воедрей от оракулы или там воедрей от керриера в особенности, я вообще, честно говоря, не могу в старгейте. Но вот если Су для этого достаточно хорош, то, вероятно, он знает, что там строился еще оракулы, он может подозревать, что что-то не так, и вот это что-то сейчас летит к нему на базы. Четыре оракула полетели в бой, еще два строится, и Траст подготовил просто шикарный билдордер для карты террасы Приона. Здесь две королевы и споровая колония, споровые колонии уничтожены, королева фокусится одна, королева фокусится вторая, подходит еще одна, подходит еще одна, все они фокусят оракулов. Два оракула на двух королев остается, еще одна королева живет, в воздухе осталось два оракула, но не забывайте, что еще два прилетят вот-вот. Минус восемь рабочих для Су, еще минус один оракул, минус восемь для Су, как красиво он спасает рабочих в спорке. Шикарная игра, и еще оракулы прилетают, начинают фокусить рабов, причем не разбираясь, строят они споры, не строят. Минус четырнадцать для Су, плохое микро от Траста. Пропустил он пару залпов, сделал минус пятнадцать и пятьдесят один на сорок девять сейчас, но не забывайте, что очень много инвестировал в этих оракулов и продолжает инвестировать в этих оракулов Траст, кроме них у него в общем-то ничего и нет, поэтому лимиты сейчас равные. И у Зерга очень хорошая сейчас армия саплай появляется на карте. Все-таки золото позволяет Зергу иметь сейчас очень хорошее инвестирование для того, чтобы построить много войск. И мне кажется, что тут могут быть большие проблемы у... Могут быть большие проблемы у Протаса с отбитием от атаки Су, если таковая последует в ближайшие минуты. Ну и опять же, исходя из того, что делает Су, он сейчас, знаете, что может сделать? Он может просто взять всех-всех-всех королев с собой, вот так вот, в один большой бинт, протянуть немножечко вперед Крипа и вместе с Роучами, Рейвейджерами, Зерлингами пойти выбивать сопернику Хэтчей на золоте. Судя по всему, именно это сейчас и происходит на ваших экранах, посмотрите, пошли вперед королевы, но в это время Су ожидает гигантская контратака Ма с Оракулами, которые прилетают и выбивают в справую колонию. Отправляется дальше на золото, уже минус 10 рабочих, и наплевал, видимо, на это Су. Су собирается уже идти вперед до конца, ну и, господи, сколько рабов убивает Траст. Траст, 25, 25, 27 рабочих уничтожено, да, Су на это плевать хотел, он идет вперед, он идет вперед, он идет прямо на локацию на золоте, он идет прямо на пилоны верчарджа, на зилотов, которых еще не доделался чардж. Тут очень много Су, просто гигантская армия Зерга, с которой непонятно, как справляться протосу. Опять же, у Зерга осталось 24 рабочих, но не забывайте, что Траст вложил просто дикое количество денег в Оракулов. Около 10 Оракулов мне он построил, то есть инвестировал полторы тысячи минералов и полторы тысячи газа в это, в то время как кучу денег как раз Су инвестировал в войско. И посмотрите, как же легко Су разбирается с войсками соперника здесь на золотой базе. Но теперь самое интересное, с потерей третьей игра еще не закончена для протоса, потому что у него по-прежнему намного больше рабов и намного лучше экономика. Нужно как-то отбиться на натурале. Пошли пилоны верчаджи, вылетают воидреи. Воидреи должны пытаться найти здесь арморт юнитов, это всего лишь пара роучей, вот по ним как раз есть бонусы воидреев. Впротив реведжеров и королев никакого бонуса нет, очень важно не попадаться на залпы реведжеров и очень важно конечно восстанавливать пилоны. Гигантская машина Су заходит на натурал, подлетают оракулы, решающий бой пытается дать своему сопернику прото с оракулами. Очень здорово микрит Траст только сейчас отдает одного из них. Лимит очень сильно в пользу Су, он пытается пробить очередную стенку из пилонов, вылетает уже третьего и дрей, выходит иммортал. Может быть вот это шанс Траста, может быть сейчас он сможет пробить соперника, может быть сейчас он сможет остановить эту сумасшедшую зерговскую мошну. Три его и дрей, еще пилоны верчадж нет, Мазершипкор потерян, не будет больше пилоны верчаджа и вместе с Мазершипкором по-моему исчезает последняя надежда протоса в этой игре. Шикарная игра от Су, который сумел найти возможность вернуться в игру после великолепной задумки от Траста с использованием Мазоракулов, с очень красивым, очень умным билдордером, который еще и вполне себе удался протоса, учитывая уровень его микроконтроля. GG 2-1, Су выходит вперед в этом Best of Five противостоянии. Напоминаю, что это Best of Five, это матч до трех побед и вот этому синему зергу, который появился слева сверху на карте Левелла Креста, которого зовут СК Телеком Т1 Су, нужно одержать лишь одну победу в двух следующих сетах для того, чтобы пройти дальше. Четырехкратный финалист Global StarCraft 2 Лиги, чемпион Кеспа Кап 2015, второго сезона на ваших экранах. Он играет против новичка Катэ Ролстер, бывшего игрока CJ Entus, без каких-либо титул, заслуг и достижений. Катэ Ролстер Траст, красный процесс справа внизу и на ваш экран как раз. Именно этот молодой человек с креативными и интересными билдордерами. Давайте посмотрим, какая задумка будет у Траста на этот сет. Левелла Крест это, знаете, такая весьма своеобразная карта, потому что здесь довольно сложно защищать вторую базу и здесь необычайно сложно брать четвертую. Что касается третьей базы, то там в принципе все не так сложно, потому что есть камни, которые можно пробить и там довольно узкий проход. Но суть в том, что очень широкий проход на вторую базу, поэтому когда вы берете третью, ситуация усложняется не тем, что третью сложно защищать, а тем, что нужно вот прикрывать весь натурал, нужно прикрывать всю вторую базу, весь этот широченный проход. И вот это как раз делать достаточно сложно. Поэтому посмотрим, что получится как раз у представителя команды КТ. Сегодня он выглядит здорово. Опять же, вот счет 2-1 в пользу Су, но по-хорошему, если попробовать оценить реалистично, что мы видели, какие игры мы с вами наблюдали, в двух играх из трех в целом Траст был обязан побеждать, а в третий, честно говоря, ну не то чтобы чудо спасло Зерга. Зерга скорее спас он сам, но по крайней мере к Трасту может быть минимум претензий, он разве что где-то там, как-то там недомикрил с оракулами. Но в целом, опять же, задумка хорошая, игра складывалась здорово, и 9 Зергов из 10 здесь бы проиграли, но вот, видите, нашел возможность Су все-таки совершить выдающийся камбэк, и теперь мы будем смотреть, что же из этого камбэка теперь следует, готов ли Су закончить это БО-5 здесь и сейчас, или Траст все-таки продолжит сражение. Траст оказывается сейчас на натурале у Су, и как классно Су зажимает его дронами, правда, одного дрона пришлось отдать за это удовольствие, но адепт уже тоже, очевидно, никуда не денется, как бы он не старался тут уйти за грань крипа, как бы он не старался обойти королеву, один хп остался, и все, королева его добивает, так что толком адепта ничего не добился. Один килл, согласитесь, это немного не то, ради чего протасы строят адептов. Хотя, на самом деле, какую-никакую разведку протас тоже получил, поэтому, в целом, вторым адептом он явно не для разведки тоже прибыл, ну и что, что сейчас он убьет? Опять, по сути, ничего. Вот. Одного раба забирает напоследок. Вам не кажется, что как-то немного расточителен со своими адептами протас? Конечно, с одной стороны, очень грамотно Траст делает, что отвлекает Су, отвлекает в том числе от разведки, поэтому Су, видите, снова оказывается не готов к оракулу, и уже оракул там чего-то нарезает, хотя все равно пять дронов это не слишком много, вот шесть уже неплохо. Начиная с семи, говорят, профессиональные протасы, оракул себя всерьез закупает, но шесть это в целом тоже не так уж плохо. Все-таки я продолжу тему адептов. Да, опять же, понятно, что отвлекает он таким образом соперника, он в смысле протас, и это довольно хорошая опция отвлечь в такой ситуации зерга, чтобы он не был готов к оракулу, чтобы он там где-то недоразведал и бла-бла-бла, но, ну вот как-то просто отдать двух адептов за двух рабов и за то, чтобы зерг там типа как-то где-то недоразведал, дорогое удовольствие, это слишком полезные юниты, от которых может быть намного больше пользы, если их чуть по-другому использовать. И вот сейчас, смотрите, как интересно получается, сейчас Траст выходит, что сам себя отвлек, потому что он очень красиво там помикрил оракулами, забрал под споровой колонии, наплевав на нее и на королеву семь рабочих, это, конечно, все было здорово, но в этот момент ему дропнули линговы, здесь Су забрал уже пять пробок, таким образом в итоге парабам 53 на 38 в пользу зерга, и тут большой вопрос, кто кого обманул, и кто кого переиграл, и кто кого заотвлекал, и так далее. По-моему, сейчас отличная ситуация у Су, хотите верьте, хотите нет. Восемь адептов отправляются в атаку, прекрасно это видит Су, я не знаю, правда, насколько своевременно, у него в заказе сейчас 22 зербинга, Роучворн еще не готов, вот в этом проблема, и сейчас Протос, в принципе, может отыграться, с учетом того, что у него тут и оракул есть. Очень плохо Су отводит рабов на газ, вот это, по-моему, то, чего не нужно делать в такой ситуации. Адепты, смотрите, телепортировались, часть на мейн, часть на третью, хорошее распределение от Протоса и плохое распределение от Зерга, который отправил большинство своих собачек именно на третью базу, и в итоге 15 дронов минус. Адепты волшебники просто. С одной стороны, конечно, Су был не идеально готов к этой атаке, но с другой стороны, я не знаю. Ну как так вообще, просто пришли пацаны, забрали 16 рабочих, при том, что Зерг вроде бы вложился в отбитие, там 30 лингов, говорят, построил королеву, у него были. Да, это, кстати, без апгрейда на скорость атаки, я обращаю на это ваше внимание. То есть это просто были адепты. Такие непрокаченные еще пацаны. Это еще далеко не те адепты, которые вызывают ужас у теранов и благоговение у Зергов. Ой-ой, ой-ой, ой, вижу дырку, но дырку видит и Траст. Молодец, здорово, заперся. У него, видите, кстати, какая забавная стенка. То есть даже если ты завтыкал, даже если ты в последний момент там не успел варпануть адепты, или, допустим, у тебя сапплай блок, или кулдаун варпа, все равно есть довольно много времени на то, чтобы среагировать, и есть возможность вот так вот поставить пилон для того, чтобы заварить стенку. Так что толково все сделано. Очень грамотно продумана стенка на такой сложной карте, как Лирилак Крест. Еще вот такой вот, видите, приемчик в исполнении Протаса он Оракулом поставил ловушку для того, чтобы не так просто Су было харассить и развлекать соперника. Ну и в итоге, в общем, все бы для Су хорошо, если бы Парабаман еще сопернику не проигрывал. Только сейчас он восстановил популяцию рабочих до приемливого уровня. Я так понимаю, он собирается пойти вперед сейчас с гидролистками и зерлингами. В принципе, на тайминге, пока у соперника нет ни чаджа, ни апгрейда на скорость атаки адептам, это может быть довольно неплохой вариант. Потому что имморталы, которые сейчас делаются под Вау Протаса, это спорное вложение ресурсов против гидролистов и зерлингов. Ну да ладно. Сработала ловушка, как вы видите, абсолютно в холостую, убив, ну точнее не убив, а поймав одного зерлинга. Впрочем, там все равно с ним справился Протас и без ловушки, конечно же. Теперь дроп адептов в исполнении Траста. Дроп очень своевременный, потому что часть адептов на третьей блокирует добычу, часть варпается на мейне, при этом адепты в любой момент могут отправить свои тени и на натурал, на третью базу, на третью имеется в виду единственную не тронутую сейчас базу Су. Восемь, нет, сколько, шесть пока рабочих, да, потеряно. Ну, не самые страшные числа, конечно, для зерга. Вопрос только в том, что он еще и Майнин Тайм потерял, ну и в итоге действительно восемь рабочих уничтожено. И кроме того, зерк потерял возможность напасть. То есть, если вы помните, я говорил о том, что вот сейчас Су может пойти вперед к Гидролийскому, и он куда-то там выдвигался вперед по миникарте, но именно в этот момент Траст очень здорово прилетел в арпризмы и просто заставил Су развернуться. Таким образом, Су не смог поймать тайминг до шторма, чарджа, всех вот этих жизненно важных процессовских апгрейдов, и у Траста очень хороший уже состав армии для противодействия зергу, для противостояния его лимиту. Четвертую базу собирается поставить Траст, четвертую уже у Су есть, но не сказать, чтобы она работала хоть сколько-нибудь, потому что все равно рабочих недостаточно для того, чтобы эту базу насытить. Ну и Су просто готовится переходить в люркеров, тоже довольно очевидный ход в данной ситуации. Не обращайте внимания на лимиты, сейчас у Зерга просто очень много денег, потому что он хочет скопить как можно больше газа для заказа люркеров. Вот только даст ли ему это время Траст? Большой вопрос, потому что Траст как-то четвертый Нексус хоть и ставит, но очень агрессивно сейчас ведет себя на карте, ходит туда-сюда, тут в районе башни Зелнага, и, видимо, так примеряется, стоит ему нападать на Зерга или нет. В итоге, похоже, принял решение, что стоит. Тут очень много Чарп Зилотов с одним апгрейдом на атаку, у Зерга тоже апгрейд плюс один имеется, и вот-вот у него буквально будет готов люркер Д, но пока без люркеров приходится давать бой Су. Очень хорошие штормы со всех сторон в армию Зерга, шикарно, пока дерется Траст, но вот сверху адепты отдаются сами по себе. Выводит дрона в Су, и вы знаете, он здесь отобьется, потому что, по-моему, штормы закончились. Дроны, правда, вот я не совсем понимаю, зачем выведены, ведь, ну, вроде бы Су отбивается и так, и сейчас он просто отдает 13 дронов сопернику непонятно зачем. С одной стороны, конечно, он сохранил больше гидролизского и роучей для контратаки, может быть, в этом была задумка, что черт с ней с экономикой, но зато у меня останется больше армии, я пойду в атаку, но... не знаю. Мне эта логика кажется спорной, не знаю, как вам. Морфедса 6 люркеров, заказаны дальше гидролизские, в принципе, Су пытается восстановить популяцию дронов, в этом плане он, конечно, молодец, но... не совсем логично, мне все равно видится его решение, но да ладно. Проехали, отдал дроновый, отдал, Су виднее, кто-то про геймеров все-таки. В любом случае, сейчас у Су почти 200 лимита на 130, и опять-таки, если... Ой! Это что такое? Таких имморталов мы недавно видели, да, на одном турнире, Cyber Trace Wars, квалификация, верди против Дюмаги. Хороший там, да. Хороший там был иммортал тоже. Ну ладно, я думаю, что многие наши зрители вполне возможно и не видели этого матча, поэтому отсылку не поймут, но, в общем, иммортал был очень похож, действительно. Потерян он, конечно, не то, чтобы на этом иммортале вот прям вся оборона Траста строилась, но все равно, согласитесь, неприятно. Су окопался люркерами на третьей базе у соперника, и, в принципе, все бы хорошо, если бы он по F2-клику не возвращался домой. Вот это... Конечно, это так глупо, когда даже профессиональные зерги, видя варпризму, идут домой по F2-клику. Это просто вот... Я передать не могу, как меня бесит. Тут четко было видно, по миникарте, как только Су сагрился на призму, все его юниты, кроме люркеров, пошли домой, остались голые люркеры, к ним подошли имморталы и сделали где-то минус 3-4 люркера, просто потому, что их никто не прикрывал, а никто их прикрывал. Почему? Потому что все отправилось домой по F2. Па-па-па-па-пам. Пи-пум. Вот и все. Здесь хорошо принимает сражение зерк. Стоит на рампе очень неудачно в данный момент Траст, потому что очень большой сплэш он получает от люркеров, грамп закопанных весьма. Кроме того, как-то не хватает пилона верчаджа, здесь или таймварпа, или чего-нибудь, потому что потеян Мазершипкор, ну и, по-моему, Су может заканчивать этот матч. Заканчивать этот поединок в свою пользу. Очень спокойно он принимает соперника. Вот здесь, в районе 4-й. Не хватает откровенно войску Траста сейчас, чтобы дать нормальный бой. И, что самое печальное, ему нужно спускаться с рампы. Ему нужно спускаться с рампы. Понимаете, в чем главная проблема? И вот это сделать в такой ситуации крайне сложно, потому что спускаться с рампы против люркеров, это означает получать огромный сплэш. Последний бой в этом матче дает Катролстер Траст. Этот бой заканчивается очень быстрой победой Зерга. Только имморталы держат оборону Протаса, но и они, естественно, пали. GG3.1, четырехкратный финалист Global StarCraft 2 Лиги, примет участие в первом сезоне этого соревнования в 2016 году, естественно, как игрок высшего дивизиона, с чем мы его и поздравляем.